Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине на сегодняшний день. Сегодня у нас 15 марта 2024 года, как Киев за три дня. Ну что, фашисты, взяли? Единственное, что остается теперь фашистам, это обстреливать мирные города баллистическими ракетами. То, что они и делали сегодня в Одессе. Нам уже не привыкать к этим вопросам. И, знаете, удары ракетами по частному сектору уже никого не удивить. Единственное, что хочется, чтобы вот это очередное преступление расшизма, совершенное сегодня утром, ни в коем случае не осталось бы безнаказанным. Все. Итак, сколько, где, как и что по поводу российских потерь. Прежде всего, скажем, что они продолжают бездумно атаковать, но, вы знаете, уже не с тем запалом, не с тем огоньком, который у них был где-то месяц назад. Да, продолжают они переть вперед под Авдеевкой, утилизировать свой личный состав под Маринкой, под Бахмутом. Все те же самые точки, которые уже, да, по полгода уже нам приелись. Тем не менее, они продолжают, но что-то пошло не так, и они уже не так сильно рвут когти. Интересно, что они пытались высадить десант, как они сами признались, на Херсонском правобережье. Послали туда несколько лодок со своими морпехами, но результат для них оказался печальный. Это было возле Антоновского моста, значит, ну что, все уничтожены полностью. Как говорят расшисты, у них там 18 уничтоженных, что там на самом деле мы не знаем, но даже сами расшисты признаются, что назад не ушел никто. Ну, попытались они, короче, создать плацдарм типа нашего в Крынках. Вот так вот. Да, давайте посмотрим по количеству, что у расшистов там за потери. И вы знаете, то, что они несколько снизили плотность, что называется, атак, оно и сказалось на потерях 580 закобзоненных путерастов на вчерашний день. И общее количество путинцев, которые пришли с оружием в Украину убивать женщин и детей, составляют на сегодняшний день 428 тысяч. 420. Ну, сумасшедшая цифра, но Путину абсолютно наплевать на свое пушечное мясо. Вчера был уничтожен один танк, окей, хорошо, один танк, всего 6758. Это, кстати, тоже говорит о том, что у них что-то не так с атакующими действиями, не знают, что делать. 11 бронемашин, тоже меньше, чем всегда. Ну, такая же картина. Получается 12 949 всего. То есть мы видим прекрасно, что расшисты не знают, как им дальше вести войну. 15 пушек. Артиллерию наши кабзонят по-любому дронами и нашей артиллерии. 15 пушек за вчера. 10 580 с начала российско-фашистского вторжения, что есть немало. Самолеты-вертолеты у нас остаются предыдущие значения. 347-325. А вот беспилотников каждый день двузначная цифра. Ну, вот сегодня в том числе летело много беспилотников. Было, по-моему, 27 штук. Все 27 сбили. Но в Винницкой области один из них упал на гражданский объект инфраструктурный. И там погибли люди. Как обычно гражданские. Ну, так же, как в Одессе. То есть, ну, нет слов. 34 сбитых дрона за сутки. Всего 8254. Ну, большинство шахеды. Да. И по автотехнике. 34 путинских грузовичка отправились в утиль. Общее количество путинских грузовиков, которых что-то пошло не так. 13 993. Ну, скоро будет 14 тысяч. Но я же говорю Путину это все до лампочки. Российские пенсионеры с пенсии крякнут и еще, значит, купят столько, сколько надо. Не жили хорошо, нечего и начинать. Да, и 3 единички спецтехники. Это хорошо. Это рэбэ, это вещи дорогие. 1711 с начала войны. Таким образом, друзья мои, мы видим прекрасно, что путинцы не в состоянии больше вести штурмы той же самой интенсивности, которую они ввели еще вот буквально 2-3 недели назад. Что-то у них пошло не так, что-то там надломилось. Тем паче они сейчас получают очень хороших звездюлей в Белгородской и Курской народных республиках. Может быть, будут туда перебрасывать часть лишнего состава, возможно, часть ПВО, по крайней мере, так говорят военкоры их, так называемые. Ну, а мы будем за этим всем делом наблюдать. Как говорится, будем наблюдать за кончиной российско-фашистской армии в прямом эфире. Всего до Украины. Продолжение следует...